Карма, камма, действие, обязанность, деятельность, одно из центральных понятий в индийских религиях и философии, вселенский причинно-следственный закон, согласно которому правительство. Праведные или греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или наслаждения. Карма лежит в основе причинно-следственного ряда, называемого сансарой, и используется в основном для понимания связей, выходящих за пределы одного существования. В различных индийских религиях даются слегка отличающиеся друг от друга философские толкования понятия кармы. Закон кармы осуществляет реализацию последствий действий человека, как положительного, так и отрицательного характера, и, таким образом, делает человека ответственным за свою жизнь, за все те страдания и наслаждения, которые она ему приносит. Результаты, или плоды кармы, называют карма-бхала. Действие закона кармы охватывает как прошлые, так и будущие жизни человека. Деятельность, совершаемая человеком в освобожденном состоянии мокши, не производит плохой или хорошей кармы. Понятие кармы уходит своими корнями к раннему панишадам, по которым все живые существа несут ответственность за свою карму, свои действия, и их последствия, и за свое освобождение из круговорота рождения и смерти сансары. В веданты отводится определенная роль богу как распределителю плодов кармы или как обладателю силы менять карму индивида. В общем, последователи буддизма и большинства традиций индуизма рассматривают естественные причинно-следственные законы как достаточное объяснение результатов кармы. Согласно другой точке зрения, компетентный гуру, действуя как представитель бога, может по своему усмотрению частично освободить ученика от его кармы. Одно из первых драматических описаний закона кармы можно найти в Бхагавадгите, являющейся частью эпоса Махабхарата. Один из главных героев эпоса, Арджуна, готовясь к битве, осознает, что в рядах его противников находятся члены его семьи, его учителя и наставники. Впав в смятение, Арджуна решает не принимать участие в сражении. Кришна, играя роль возницы его колесницы, среди других вещей разъясняет Арджуне понятие «долго» и убеждает его в том, что долгом для него является сражаться в предстоящей битве. Вся Бхагавадгита представляет собой беседу между Кришной и Арджуной о различных аспектах жизни и философских темах. Изначальная концепция кармы в индуизме получила свое дальнейшее развитие в различных традициях и философских школах, таких как веданта и тантра. Карма означает действие или деятельность, и в более широком смысле олицетворяет универсальные принципы причины и результата. Карма не является судьбой, люди действуют в соответствии со свободой воли, создавая свою собственную судьбу, хотя накопленная в прошлых жизнях кармическая сила может влиять на их решения и действия в настоящей. Согласно ведам, если мы сеем добро, мы пожнем добро, если мы сеем зло, мы пожнем зло. Карма представляет собой совокупность всех наших действий и их последствий как в этой, так и в предыдущих воплощениях, которые определяют наше будущее. Влияние кармы можно преодолеть путем разумной деятельности без привязанности к ее плодам, осуществляемой в соответствии с предписаниями священных писаний. Закон кармы имеет духовное происхождение Многие индуисты видят прямое вмешательство Бога в кармические процессы, тогда как другие рассматривают естественные законы действий и их последствий как достаточное объяснение эффектов кармы. Карма не является наказанием или возданием, а представляет собой естественные последствия деятельности индивидуума. Кармические последствия также могут быть нейтрализованы с помощью определенных действий и не обязательно являются частью судьбы индивида. Не поддающиеся изменению То есть определенное действие, практикуемое в настоящем, не привязывает индивидуума к какому-то определенному будущему опыту или реакции, карма не является настолько простым соотношением между наградой и наказанием. В священных писаниях индуизма карма делится на три вида, санчета, накопленная, прараптха, приносящая плоды, и криямана, накапливаемая в настоящий момент. Вся криямана карма в конце концов превращается в санчета карму. Из запаса санчета кармы для каждого воплощения индивида берется пригоршня, и это пригоршня действий, которая уже начала приносить свои плоды, и которая истощится только после того, как ее плод будет вкушен, называется прараптха кармой. Таким образом, пока запас санчета кармы еще не истощился, его часть забирается как прараптха карма, давая индивиду кармические результаты в этой жизни и удерживая его в круговороте рождения и смерти. Джива не может достичь мокши до тех пор, пока весь накопленный запас санчета кармы полностью не истощится. Последователи некоторых систем философии индуизма, таких как Ньяя и Вайшишика, считают, что закон кармы непосредственно контролируется Богом, верховным существом, сотворившим мир в соответствии с этим законом. Таким образом, утверждается, что Адришта, добродетельная и греховная карма определенных живых существ, не может сама по себе принести надлежащие результаты, так как является неразумным, лишенным сознания началом. Тот, кто контролирует Адришту и распределяет все радости и печали жизни в соответствии с кармой, это Бог. В некоторых других системах, таких как Сангхия и Миманса, закон кармы является автономным и действует независимо от воли Бога. Согласно этим системам, происхождение и устройство Вселенной можно объяснить с помощью одного закона кармы без признания бытия Бога. Какой бы ни был статус закона кармы, Сфера его применения ограничивается областью действий, совершаемых под влиянием обычных страстей и желаний. Все действия, производимые ради получения выгод и благ в настоящем или в будущем, управляются этим законом. Подобно тому, как жареное семя не прорастает, так и бескорыстные, бесстрастные действия не приводят ни к каким, хорошим или плохим, результатам в жизни индивида. Таким образом, под влиянием закона кармы находятся те индивиды, которые так или иначе зависят от окружающей среды, подчинены влиянию обычных страстей и импульсов жизни и стремятся к получению определенных благ в будущем и слэш или следующей жизни. Бескорыстные и лишенные страсти поступки не вызывают ни хороших, ни дурных последствий, а наоборот способствуют искоренению, разрушению уже накопленных последствий нашего поведения в прошлом. Когда мы находились под влиянием привязанности или пристрастия, корыстных надежд или опасений, и тем самым ведет нас к мокше. С достижением освобождения от зависимости наши, я выходит из подчинения закону кармы, живет и действует в атмосфере свободы. Действие. Любое действие. Я сейчас говорю, это карма. Вы слушаете, это карма. Мы дышим, это карма. Мы двигаемся, это карма. То есть любой вид деятельности. Даже то, что... ...сследственная связь поступков человека. То есть судьба это то, что делаю я сам. Но почему? Это становится судьбой. Потому что мои собственные поступки именно и связывают меня. Этими законами последствий есть. Работа поступка есть следствие этого поступка. Итак, в соответствии с законом кармы люди теряют, каждый раз теряют сенсорный статус. На сегодняшний день мы видим людей с плохой памятью, с очень плохим волевым рубежом. Люди не могут бросить какие-то привычки, понимают, что это плохо, и ничего не могут с собой поделать. Карма Означает не какую-то концепцию или философию. Это определенная реальность, которая проявляется в том, кто вы есть. Сама форма, которую принимает ваше тело, все это из-за памяти. Чаще всего трактуется как действие, а конкретно ритуальное действие. Ча-тру а-со-нэй. Апитуман-мэот пан-ху-нэ-мал-а-лоу. Ча-тру а-со-нэ-мал-а-лоу. Ча-тру а-со-нэ-мал-а-лоу. Ча-тру а-со-нэ-мал-а-лоу. Ча-тру а-со-нэ-мал-а-лоу. В наиболее общем случае в буддизме под кармой понимается естественный закон связи между действиями человека в физической, речевой и умственной форме и его дальнейшей жизнью и будущим перерождением. Более конкретным пониманием может быть связь между волевыми намерениями, чатанами, человека и последствиями для него в виде плодов кармы, которые могут быть хорошими и плохими, проявляющимися сразу и через значительный промежуток времени. В Тхераваде и согласно самому Будде, карма понимается как намерение, и я называю кармой выбор, или намерение, так как, если человек сделал выбор, то он автоматически совершил действия физически, на словах и в уме. В махэнском буддизме пониманием кармы также является понимание ее как отпечатка в сознании, в асаны, который появляется из-за действий сознания и последующих действий тела, речи и ума. После чего отпечаток может многократно усиливаться или созревать вследствие повторных действий и затем формировать плод кармы. На появление плода при этом также могут влиять и подходящие условия. Будда разделял карму на четыре категории согласно ее результатам. 1. Темная карма с темным результатом. 2. Яркая карма с ярким результатом. 3. Темная и яркая карма с темным и ярким результатом. 4. Нетемная, неяркая карма с нетемным и ярким результатом, ведущая к уничтожению кармы. 5. В Тхераваде закон кармы – это естественный закон природы, согласно которому результат кармы подобен самой карме. Неблагие поступки не имеют благих последствий, и если неблагая карма дает результат, то он всегда будет плохим. Точно так же, благоприятная карма приносит результат, похожий на сам поступок. У нее не может быть плохих последствий. Плод благой кармы всегда будет приятным. Таким образом, 1. Благие поступки приносят хороший результат. 2. Благие поступки не могут принести плохой результат. 3. Неблагие поступки приносят плохой результат. 4. Неблагие поступки не могут принести хороший результат. Эти утверждения справедливы для всех трех дверей действия, через которые создается карма, тело, речи и ума. Карма в буддизме не является результатом действия высшего существа, а представляет собой объективно действующий нравственный закон, основанный на принципе взаимозависимого происхождения. Исходя из данного закона, любая карма появляется из-за изначального неведения человека относительно природы всех вещей и из-за связанной с неведением убежденности в существовании собственного вечного и неизменного Я. Неведение и кармические факторы, самскары, рассматриваются в буддизме как первое и второе звено в двенадцатичленной формуле бытия. Если васана представляет собой мгновенный результат действия в виде отпечатка в сознании, то кармические факторы являются побуждением или склонностью к данному действию. Побуждение постепенно возникает исходя из накопленной прошлой кармы в виде подобных отпечатков. Согласно традиционным школам Абхидхармы, карма создается только ментальным действием в виде осознанного намерения, действия же речи и тела являются следствиями ментального действия. С помощью ментального действия индивида карма сначала созревает випака, после чего формируется плод кармы, пхала. В том случае, если ментальное действие не продолжается с помощью действия речи и тела, это все равно может вызывать созревание кармы. Но ее плод будет меньшим. С помощью осознанного намерения и воли живое существо может решать, совершать ли ему хорошие или плохие поступки. В традиционных школах Абхидхармы при этом считается, что из-за отсутствия свободы воли и разума у животных, голодных духов, прочих обитателей ада и находящихся в состоянии аффекта людей процесса подобного решения и созревания кармы у них не происходит. Для имеющих подобную свободу выбора в наиболее простом случае указывается, что хорошие действия дают в дальнейшем хорошие последствия, а плохие действия – плохие последствия в этой жизни и дальнейших перерождениях. При этом наряду с намерением должно присутствовать желание получить результаты. Основными причинами неблагой кармы служат невежество, моха, часто отождествляемое с неведением. Но также рассматриваемое и как аффективное упорствование в заблуждение, алчность, лабха, также понимаемое в качестве страстей и эгоистических желаний, и ненависть, двеша. Основными причинами благой кармы служат противоположности данных понятий. Карма может быть также нейтральной, не приносящей ни хороших, ни плохих последствий. Такая карма часто связывается с обычной повседневной жизнью и отсутствием каких-либо значимых действий в ней. Известной ошибкой в понимании кармы в буддизме является представление ее в виде предопределения или судьбы. Будда отрицал как кармический детерминизм, согласно которому текущий момент полностью предопределен прошлой кармой, а будущее изменить невозможно, так и индетерминизм, согласно которому настоящее не имеет причин. Кроме прошлой кармы, Пуранакамма, действующей при определенном сочетании факторов, Будда выделял карму, формируемую в настоящем, Навакамма, которая оказывает влияние на будущее. Согласно другому схожему разделению, у кармы существуют две части, Дайва, Судьба и Пурушакара, Человеческое действие. Первая часть кармы связана с прошлыми поступками и является частью, которую человек не может изменить. Вторая часть является свободной инициативой, с помощью которой человек может действовать таким образом, чтобы создать условия для изменения будущего. В качестве предельного проявления Пурушакары человек при помощи действия без привязанности к его результатам, карма-марга, или особого знания, джняна-марга, может прекратить действие закона кармы и достигнуть нирваны. Будда указывал, что на человеческую ситуацию могут влиять и многие некармические причины, которым он относил гуморы, в Айурведе таким образом обозначают три ошибки, в виде разрушения баланса между дыхательной, пищеварительной и интегративной функциями организма, сезоны, внутренние обстоятельства, случайности, и созревании прошлой кармы, которая по своей природе не является действием. Проповедуя о прошлой карме монахам в Махакамма-Випханга-Супты, беседе о большой классификации, Будда указывал на то, что каждое из следующих суждений может быть верным в конкретных случаях. 1. Плохие действия приносят плохой результат. 2. Плохие действия приносят хороший результат. 3. Плохие действия приносят хороший результат. 4. Плохие действия приносят плохой результат. Будда объяснял это бесконечным количеством факторов, в бесконечной цепочке предыдущих перерождений, которые необходимо принимать во внимание. То есть любой плохой или хороший результат, может иметь бесконечно сложное объяснение, в конкретном случае, и не иметь прямой связи с конкретными плохими или хорошими действиями. В общем же случае, Будда не считал данные четыре утверждения верными. Запутанный механизм действия кармы и ответ на вопрос, почему одни и те же действия для разных людей приносят разный результат, согласно Будде, может полностью видеть только тот, кто достиг пробуждения. В то же время при проповеди среди мирян Будда, в чисто воспитательных целях, создавал однозначную связь между результатами в текущей жизни и действиями в прошлом. Так в Чулакамаве Пхангасутты Будда указывал, что короткая жизнь человека связана со склонностью к убийству и насилию, болезни, с жестокостью, уродство, с гневом, а бедность, с завистью и жадностью. Созданные Буддой пять обетов для мирян были направлены на появление у них хорошей кармы. В то же время обеты монахов были направлены не на появление у них хорошей кармы, а на ее полное исчерпание и достижение нирваны. В Тхераваде выделяют десять негативных деяний, ведущих к негативным последствиям, убийство, воровство, прелюбодеяние, три физических деяния, ложь, клевета, оскорбительная речь, пустословие, четыре деяния речи, а также жадность, недоброжелательство и невежество, три умственных деяния. Данные деяния упоминаются в Чундасутте. Будда призывал последователей сместить внимание с прошлого на настоящее, говоря, что выражение «что посеешь в прошлом», то и пожнешь обнули ценность правильного поведения и убирает возможность достичь освобождения. Поэтому более правильным выражением Будда считал выражение «пожинаешь то, что сеешь в настоящем». Результаты действий в настоящем, согласно Будде, могут проявляться как в этой жизни, так и в последующих жизнях. В Абхидхарме и Тхераваде рассматривается концепция кармапачи, означающая накопление кармы. Будда упоминает данную концепцию в Ангуттараникая следующим образом, действия, задуманные, осуществленные и накопленные, упачита, не исчерпают себя до тех пор, пока не будет вкушенных плод. В Махайне известной концепцией также является концепция Алаевиджняны, сознание-вместилище, представляющее собой место, где хранятся семена кармы, которые могут затем созревать при ряде условий. Важную роль в созревании семян играют васаны или силы привычки. Васаны понимаются как кармические склонности видеть мир определенным образом и склонности действовать к объектам мира таким же образом, каким человек действовал ранее, в том числе в прошлой жизни. Например, считается, что то, что человек воспринимает за реку с водой. Бог может воспринять как поток нектара, адское существо нарока как поток лавы и огня, а голодный дух как поток грязи. Настоящий же облик предмета в несконструированной реальности, которую формирует пораженное аффектами сознание, согласно традиции, может увидеть лишь достигшей бодхи. Склонность к действиям означает, что прошлые добрые или злые деяния формируют у человека естественную привычку поступать аналогично в дальнейшем. Именно поэтому в буддизме считается очень важным развивать в себе добродетели, которые в будущем помогут достичь просветления. Будолог и специалист по ранней буддийской философии В.Г. Лысенко высказывала мнение, что в Махайне очищение кармы возможно только через итоговое познание своей собственной природы или через обращение к бодхисаттвам. Подобное обращение связано с махайнской теорией, передачей заслуг, от бодхисаттвы простым людям для улучшения их кармы и помощи в их освобождении, получившей до этого минимальное развитие в Тхираваде. Будолог и специалист по тибетскому буддизму И.С. Урбанаева в свою очередь отмечала, что в буддизме существуют важные практики очищения прошлой отрицательной кармы, как, например, медитация в адшрасаттвы. Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама в одном из интервью пояснял, что это также можно сделать с помощью формирования своими действиями позитивной кармы, которая может отчасти нейтрализовать негативную карму. Кроме того, Далай-лама отмечал, что для очищения кармы используется развитие в себе бодхичиты, желание достичь просветления, чтобы избавить от страданий других существ, повторение некоторых мантр и искреннее раскаяние, считаемое Далай-ламой, одним из самых сильных противоядий, которое в некоторых случаях может полностью рассеять проявление отрицательной кармы. С точки зрения Дхармакирти Очищение прошлой кармы является полезным действием для новичков, начинающих свою практику, но в дальнейшем наиболее важным является не очищение негативной кармы, а устранение именно умрачений. Тибетский учитель Джампатинли пояснял это тем, что за весь период существования мира, не имеющего какого-либо начала, отрицательная карма накопилась в таком огромном размере, что невозможно или едва ли возможно полностью ее очистить. В то же время накопленные семена плохой кармы не будут проявляться, и если исчезнут условия их появления, то есть исчезнут омрачения, и затем буддист достигнет нирваны. Кроме индивидуальной кармы, в основном в тибетском буддизме, некоторые буддологи также отдельно выделяют общую карму, общественную карму или говорят о сумме индивидуальных карм в отношении обществ, государств, человечества, планеты или Вселенной, связанной с действием взаимозависимого происхождения. Буддологи Наталья Жуковская и Владимир Корнев при этом делят неиндивидуальную карму на следующие категории – космическая карма. Национальная карма, родовая карма, семейная карма. Буддолог и специалист по ранней буддийской философии Волысенко указывает, что в настоящее время среди буддистов являются дискуссионными вопросы о коллективной, национальной и социальной карме, и оценивает подобные идеи как «довольно маргинальные». Примером общей кармы может быть рождение существа в Индии, при этом индивидуальная карма существа также становится частью общей кармы живых существ этой страны. Результат действия общей кармы может влиять на карму конкретного существа, что с одной точки зрения может рассматриваться для существа, и как «вкушение им своего собственного плода», с другой точки зрения плоды индивидуальной и общественной карм разделяются. Другим примером проявления общественной кармы также может быть следующий случай из буддийской космологии, если все живые существа какого-нибудь мира обретут те качества, с помощью которых они станут жить в более высших сферах, то мир без жителей исчезает, так как он перестает воспроизводиться чьим-либо сознанием. В случае же, если в высших сферах некоторые существа совершат много плохих действий, исчезнувший мир снова появится, и в нем станут жить подобные существа, переведенные из высших сфер. Подобная идея о влиянии намерений и схожей кармы разных существ на воспроизведение миров была высказана основателем Ягачары Васубандху. В тибетском буддизме различают намерения и поступок. Так человек, убивший другого человека, мог обладать благим намерением, заключающимся в препятствовании таким образом смерти многих других людей, хотя данный поступок является для него неблагим. В таких случаях действие классифицируется как смешанное, благое-неблагое, а его общий характер в основном устанавливается по намерению. Говоря также об ошибках в понимании кармы. Тибетские буддисты указывают на известное неправильное понимание ответственности у западных и восточных людей. Если западные люди видят нуждающегося в помощи, страдающего человека, то вследствие своей осторожности, они часто говорят, что такому человеку необходимо самостоятельно справиться со своей кармой, и вмешиваться в этот процесс другим людям не следует. Восточные люди по отношению к таким нуждающимся могут утверждать. Что это их карма, и тоже не помогать им ни при каких страданиях. Как указывают представители тибетского буддизма, подобные действия западных и восточных людей в данной ситуации являются неблагими, а скорее противоположными, потому что в данной ситуации это и является их кармой, чтобы помочь, а не просто наблюдать. Христианские конфессии и церкви, имеющие апостольское преемство, отрицают веру в существование кармы. Учения о переселении душ и карме исторически принимали такие гностические течения, как альбигойцы, катары, палики они и богомилы. Гностические течения, а также современные течения, не принадлежащие к традиционным христианским конфессиям, трактуют некоторые отрывки из Библии как примеры кармического воздаяния. В качестве аргументов ими приводится толкование эпизодов Нового Завета об Иоанне Предтечи и слов «Иисуса Христа» были. В учениях традиции эзотерического христианства карма нашла свое отражение как «закон причины и следствия». Означает «действие». Карма – это санскритское слово, которое переводится как «действие». Употребляют люди слово «карма» или «нет». Я думаю, всем известно, что все целиком зависит от их усилий. Говоря, карму в буддизме мы определяем как причины будущих переживаний, которые созданы действиями, которые совершает некий индивиду. Таким образом, если в этой жизни человек желает добра окружающим, зарождая то, что называется благонамеренность по отношению к другим людям, другим существам, то есть совершает даяние, помогает другим людям, давая то, чего у них нет, и так далее, и так далее. То есть совершает добродетель, накапливает добродетель, однозначно, что следствием этого следующая жизнь будет очень благоприятной. Если накапливать в этой жизни недобродетель, то есть то, что мы называем грехи, накапливать недобродетель, однозначно, что это проявится страданиями в следующей жизни. Реализоваться нужно приводить свою душу в порядок. Если есть зависть, агрессивность, уныние, обидчивость, претензии, готовность потреблять больше, чем отдавать, сложно говорить о собственной реализации. Сначала нужно пройти, так сказать, чистку. Понятие карма тесно связано, неразрывно с понятием колесо самсары и реинкарнация. Ну, в двух словах поясню. Колесо самсары — это колесо бессмысленных, вечных, постоянно продолжающихся перевоплощений. Я сразу скажу, что идея преследования души кармы мне не кажется серьезно утешительной и тем более научной, работающей. Ну, в конце концов, вспомните шку. Алиса Бейли кармой называет один из важнейших законов, причины и основания которого скрыты в строении любой материи и во взаимодействии единиц этой материи между собой. Отсюда, помимо самого кармического закона и его принципов, всегда необходимо рассматривать и тот план, ту субстанцию, материю, в которой этот закон действует, те атомные единицы материи, чье взаимодействие законом регулируется. А также ту большую жизнь, в которую эта материя и эти единицы включены, и которая также кармически их обуславливает, но уже на своем, более высоком уровне существования, на более высоком уровне причинно-следственных связей. Различают карму разных типов и подтипов, в зависимости от уровня существования. Человеческую карму, где субстанция, само человечество, разделяют на индивидуальную карму. Семейную, национальную, расовую, мировую. Также различают карму царств природы, минеральную, растительную, животную, карму планетарную, солнечную, космическую. Тема освобождения от кармы, это в реальности лишь эволюционный уход той или иной сущности, из-под влияния кармических ограничений субстанции, более низкой, и переход под влияние более высокой кармической вибрации, и плана ее существования. Для человека это волевое преодоление кармы его животной, физической природы, отрыв от влияния этой природы, и переход под влияние кармы, Божьей воли. Буквальное освобождение от кармы невозможно в принципе, как невозможно в природе пустота. Сегодня хотели бы поговорить о миссии Господа Чайтани, как юга-аватары. Христос не является юга-аватарой, Будда не является юга-аватарой, Магомед не является юга-аватарой и все остальные. Только одна юга-аватара. Юга-аватара, этот термин, приложим только к самому Господу. Хотя Христос описывается, описывается Магомед, все эти личности описываются, но они не являются юга-аватарой. А значит, они не приносят югадхарму, то есть самую совершенную философию и практику для того, чтобы вырвать живое существо из круговорота рождения смерти и отправить назад к Богу. То есть югаватара приносит югадхарму, самое совершенное знание и практику. Все остальные люди, которые не способны понять этого, должны пройти путь очищения через другие ступени, которые позволяют им развить определенные необходимые задатки, качества для принятия югадхармы. Поэтому, говорится, было предсказано, что самые разумные они сразу будут принимать. Кришна говорит, пройдя через многие тысячи рождений и смерти, они пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности, и безраздельно с решимостью отдают себя преданному служению мне. И те люди, которые веккали уже многие жизни, пытались найти самую совершенную практику, ошибались, рождались, умирали, рождались, умирали. Почему мы видим, на программах собираются столько людей? И почему ведическое знание близко к ним? Они нигде ничего не читали и чувствуют, что это наше. Откуда это чувство? В человеческом уме ничего не может родиться, с чем живое существо не сталкивалось в одном из предыдущих рождений. Таким образом, говорится, это и есть вот эти люди, которые искали истину уже миллионы-миллионы жизней. Пройдя через многие рождения и смерти, сейчас они пришли к выводу, что нет никого, кроме Верховной Божественной Личности Кришны. И они с решимостью, безраздельно отдают себя преданному служению. Бхакт-йоги. Все же остальные люди также должны получить сознание Кришны, но через посредство других, что адаптированных знаний. Адаптированных, что постепенно прогрессировали люди. Поэтому объясняется в шастрах, в писаниях ведических, что это религии для людей предназначены в разных гунах. Есть религии для тех, кто находится в гуне невежества, есть для тех, кто находится в гуне страсти, есть религии для тех, кто находится в гуне благости. И их конфигурации. Таким образом, говорится, существует только одно писание и одна религия. Но когда она не может быть понята, она трансформируется до уровня понимания. То есть оттуда что-то убирается, чего не могут принять и понять эти люди в силу своей кармы. И дается только ровно столько, сколько может быть понято этими людьми. Они, допустим, не верят, что есть карма, надо из этого знания карму убрать. Не верят, что есть реинкарнация, надо убрать. Не верят то, но надо дать то, что они способны получить. И вот мы видим, какая-то есть религия, где нет кармы, все отвергается. Но не отвергается существование Всевышнего. И так постепенно люди через эту религиозную систему поднимаются на более высокую ступень сознания. Более высокую ступень сознания. Более. Таким образом, от поклонения духам и всяким предам, от поклонения сил природы, от тотемного поклонения. Знаете, что такое тотем? Это, говорится, есть определенные народы, последним воплощением, чьих было какое-то дерево, минерал или животное. И они считают это животное или минерал своим прародителем. Это называется тотемом. Ведах описывается. Если вы видите людей, которые, вот индейцы, допустим, мы от медведей, они говорят, произошли, некоторые племена. Это означает, что там собраны личности, которые в прошлом теле были в теле медведя. И они думают, что они произошли от медведей. Это называется тотемная религия. Также, если человек так деградировал и может только это принимать, Кришна делает так, что он через это будет возвышаться постепенно. Вот почему говорится, что образованный человек, культурный человек, то есть ващнава, он всегда, всегда с уважением относится к любому проявлению религиозности. Как в невежестве, как в страсти, так и в благости. И все хулители, которые хулят все остальные знания, они совершают, что? Ишвара аппаратхи называются. Оскорбление Бога, который дает для каждых живых существ разное знание в соответствии с тем, что может быть понято этими людьми. И когда мы начинаем кого-то хулить, начинаем как бы принижать какой-то, допустим, шаманизм или что-то еще, мы совершаем богохульство, мы совершаем оскорбление. И за это оскорбление мы также будем терять часть собственного духовного продвижения. Поэтому мы должны правильно всегда относиться к проявлениям разного вида религиозностей. То есть религиозная нетерпимость – это бескультурия. Вы представляете, что будет с людьми, когда они узнают всю правду? Я сомневаюсь, что люди хотят знать правду. Я хочу. Но зачем секретность? Люди поймут, они разумны. Человек разумен. А толпа тупой, склонный к панике и опасный зверь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!